Все же таки, готовясь до этого эфира, выучил какую-то статистику, да, и за данными многих экспертов, действительно, каждый день, когда отдыхает вся государство, за подрахунками каких-то экспертов, где становится 2,5 миллиарда гривен... Один день. Один день. Один день от отдыха всей страны. Но это очень приблизительные подрахунки. Я хочу сразу уточнить для зрителей, не перебить, а уточнить. Этих данных на самом деле вообще практически нет. Мои редакторы перелопатили все, что только можно, звонили ряд министерств, госстатов и так далее. Данных практически нет, и у меня сложилось впечатление, что вообще никто это не считает. Это неофицийные данные, это подрахунки экспертов просто, да. И тому, действительно, удивлюсь те, что досы никого это не цікавило. Наша страна, приблизительно, так, если подраховать, окрім там вихедных, которые предбачены Конституцией нашими кодексом законов про працю, приблизительно, насколько я нараховывал, 12 вихедных днів, который продолжается в год, когда вся страна вообще не работает. Это и Новый год, и 9 травня, и 1-2, и так далее. Другая теза. У нас страна чему-то сейчас, несмотря на святовый опыт, продолжается, даже когда святовый день припадает на субботу или неделю, она продолжается в понеделок. Ци радянские стандарты, на мою думку, мы должны давно уже скасовать, оскільки все развиненные страны, страны с развинутою, продвинутою экономикой, уже давным-давно не сплачуют вихедный, официальный вихедный, тем, кто желает отдыхать, не переносить эти дни, если они припадают в субботу, с недели на понеделок или на пятницу. И поэтому им не доводится потом что-то отработать, кому-то выплачивать додатковые награды.